Здравствуйте, дорогие дамы и господа. В эфире программа «Зимние гадания» и сегодня мы погадаем вообще на судьбу России в 2024 году, что ожидает 2024 году, как там Васильичи, как там Сократычи и прочие Пригожины. Это книга перемен. Вот такая вот коробочка и книжка, конечно, монеточки в мешочке, которые мы сейчас и будем кидать. Будем кидать монеточки. Так, у нас выпало целых три прерывистых линии. Сейчас покажу. Я не буду так досконально всё показывать. Верим мне на слово. Мне обманывать нечего. Так, рисуем две прерывистых линии внизу. Как они называются? Инь, кажется, да? Так, сейчас посмотрим. Ладно, будем дальше кидать. Снова три прерывистых линии. Это всё внизу. Так, а здесь у нас три сплошных линии. Три сплошных линии. Так, низ у нас уже готов. И теперь давайте вверх посмотрим. Низ это как раз инь, да? В общем, ладно, сейчас разберёмся. Можно посмотрим на окончательный результат. Так, две сплошных, одна прерывистая. Сплошная, значит. Тут чем больше выпало, которая, например, где сплошная, тогда... Так, ещё одна сплошная. И последний, последний бросок на 2020. Так, две прерывистых. И вот что же у нас получилось. Сейчас мы, наконец, будем читать результат. Так, три прерывистых. Не три прерывистых, а две. Две прерывистых. И одна сплошная. Вот это вот так. И здесь, наоборот, две сплошных. Одна прерывистая. Так. Это кошка, если что, эти звуки издаёт. Так. Вот она. Так, 31. Нам выпала гексограмма. 31. Напомню, что мы смотрим, что будет с Россией в 2024 году от Рождества Христова. Сянь. Взаимодействие. Вашему душевному состоянию сопутствует везение и успех. Вы настроены на лучшее. Близится несколько выгодных для вас событий. Почти каждый ваш шаг принесёт удачу. Реальные результаты превысят самые смелые ожидания. Что привнесёт вам небывалый покой. Единственный негативный фактор. После всех волнений возникает необходимость немного отдохнуть. Хм. Ну что же. Будем надеяться, что так оно и будет, друзья. Можем ещё поискать гексограмму. Расшифровка гексограммы этой в интернете более расширенной. Вообще, по-моему, у меня есть в одной книжке догадания. Сейчас тогда я вернусь. Вообще нет. Там у меня чисто гороскоп. Ну, можно, конечно, загуглить. Гексограмма 31. Сейчас. Мой, мой, мой. Сейчас я принесу телефон. У меня запись идёт. Что? На, твой телефон. Так, значит, гексограмма 31. Более подробный вариант, что Яндекс. Так, пока у нас временная пауза. Потому что ищем информацию. Я бы мог, конечно, заполнять её какими-нибудь приколами. Но я думаю, что... Я думаю, всё-таки, действительно, будут события... Так, будут события достаточно интересные у нас. Гексограмма 31. Надо было голосом назвать, потому что... Так вводить символы... Это... Это не всегда удобно. И занимает время. Ну, я же не знал, как у меня гексограмма выпадет. И у меня нет книжек. Если бы была книжка, всё было бы быстрее. Так, ну вот, вроде мы сейчас... Наконец перейдём к гексограмме 31. Вот такие замечательные монетки. Я просто не всегда нашёл обручальное кольцо дома. Так... Гексограмма 31. Что же он означает? Сянь. Да, здесь тоже Сянь. Осторожность и терпение. Основные напутствия почти в каждой гексограмме. Мне зачем каждая минута 31? Будет идти жизнь со своей суетой, своими понятиями о Боге. Что? Общее толкование гексограмме мой номер 31. В проявленном мире уже сейчас обретён бесценный клад. Вот есть на каком-то сайте magiaonline.ru. Я думаю, здесь более подробная инфа. Хотя... В данный момент не стоит полагаться только на себя. Воспользуйтесь помощью своего окружения. Сейчас каждый человек готов прийти на помощь. Вы способны влиять на людей. И почему бы этим не воспользоваться? Кроме того, некоторые дела требуют коллективных усилий. Не во всём можно полагаться на самостоятельность. И только общие усилия способны привести к результату. Сейчас не время для лидерства. Уступите его другим и прислушайтесь тому, что говорят вашим окружениям. Постарайтесь объединиться с близкими вам людьми. Примейте их советы и рекомендации. Только при таком раскладе вы можете рассчитывать на благоприятный результат, как в денежной, так и в любовной сфере. Приятный и неожиданностью для вас. Кажется, хороший сюрприз в этом период времени. Так. В работе, в бизнесе и в финансах. Временно откажитесь от лидерства в делах и неработе. Примите помощь окружающих. Они же могут скорее ростом помочь. Объединитесь с ними ради достижения цели. И вы увидите результат как в работе, так и в бизнесе. У вас отличный бизнес-партнер. Выйдя на мышленники с ним. Врежьтесь в одном направлении. Финансовая сфера вас тоже порадует. Ожидайте прибыли от бизнеса. Возможно, премии на работе. Проблемы с деньгами отступят. Призовите на помощь друзей. Успех гарантирован. Так. Ну, что тут, в общем, все означает? Верхняя линия, нижняя линия. Пока вы не думали ответ на поставленный вопрос уже прозвучал. Просто повторите его для себя еще раз. Темп событий заметно ускорился. Вы торопились догнать своих партнеров. Но перестарались. А сейчас необходимо, чтобы догнали вас. Ну, а вы просто дождитесь их. Важное событие уже произошло. Но до вас дошли только слухи. Не отвлекайтесь. Продолжайте усердно трудиться. Вот. Слухи о смерти. Хуйла. Это действительно так. Он 26 октября отправился на тот свет. Точнее, не совсем в свет он отправился как раз. Скорее всего, он отправился в нижние меры. Но мы точно отъезжать не будем. Наши корреспонденты там не побывали. Надо взять тайм-аут. Вы слишком далеко убежали от своего окружения. Отдохните немного. Пусть партнеры догонят вас. Это очень важно для успеха начатого дела. Вы стали очень быстро реагировать на происходящее. Это хорошо. Однако прошло ушло. Прошло ушло безвозвратно. А с будущим вам предстоит еще поработать. Вот. Вот эта вот ставка все на великое прошлое. На еще более великое будущее. Но вот проблемы с настоящим это очень важный момент. Так. Вы не заметили, как наступили благоприятные перемены. Все тревоги остались позади. Вам сказали да. Так. В общем, ждем позитивных перемен в этом году в России. Всем новых, 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 новых приятных перемен. До новых встреч в программе «Зимние гадания» на канале 3N7 поэта-исследователя 3N7.